Прохатаба очень часто высказывался, отдельного какого-то ролика нет, но отношение к нему, разумеется, очень хорошее. Это человек, который не был вообще никак связан с нашим народом или с нашим государством, однако... Томса, правда ли, что генерал Шаманов был грамотным руководителем войск и грамотно справлялся с отрядами муджаида? Я бы его, наверное, не так описал, не как грамотно, но он скорее такой очень преступный, такой кровожадный, очень мерзкий такой генерал. Именно его направление было самое преступное. А сказать, что грамотно, ну, не знаю, может быть, кто-то и даст такую оценку, насколько это грамотно. Вообще, насколько сложно как бы воевать с настолько большим преимуществом в военной технике в численности? Нужна ли здесь какая-то сильная грамота в этом вопросе? Я думаю, неправильно их так характеризовать. Скорее, очень такой мерзкий, такой кровожадный, преступный. Вот так вот я его, наверное, опишу. И очень показательным является его интервью, данное им после выхода наших воинов из Грозного, когда Шамиль потерял ногу, когда Лечий Дудаев погиб на минном поле. И вот он тогда наскоряк, как бы только вот это произошло, и комментируя эту тему по российскому телевидению, я помню, как он сказал, их руководители, так называемые амиры, оказались не только баранами, но еще и козлами. Они первыми пошли, типа, впереди своих воинов, типа, первыми бежали. И вообще, этот недалекий, да, и вообще, в принципе, не очень трусливый по своей сущности человек, он даже не понял того, что там произошло. Он настолько, как бы, он не в состоянии был это. Может быть, сейчас он обдумывает там что-то, может быть, для него стало ясно, хоть он это никогда не скажет, но на тот момент он даже не понял того героизма, который был проявлен как раз теми самыми амирами, когда они впереди воинов и даже пленных пошли по минному полю, а он этого не догнал. Он решил, что они бежали, типа, первыми хотели убежать. Хотя, в принципе, очень быстро там все поняли, что они идут по минному полю. Когда это поняли, как раз-таки впереди пошли лечь, и туда и встал Шахид Аминшалла. Шамиль потерял ногу, и там, вообще, очень многие получили ранения, и потери там были, ну, для нас, для наших масштабов, они, конечно, серьезные. Хотя, каких-то таких фатальных потерь при этом выходе мы, на самом деле, не понесли. Про Хатаба, что можешь сказать про него? У тебя не один видео, в арабском ютубе очень много его роликов. Про Хатаба очень часто высказывался, отдельного какого-то ролика нет, Про Хатаба, но отношение к нему, разумеется, очень хорошее. Это человек, который не был вообще никак связан с нашим народом или с нашим государством. Однако, когда к нам пришел враг, он приехал к нам в качестве добровольца, вместе с нами сражался с этим врагом, и в итоге погиб, сражаясь у нас, против нашего врага. Как можно к такому человеку относиться, кроме как с огромным уважением и любовью? Любые какие-то ошибки, которые у него были, ошибки бывают у всех людей, никто не защищен от ошибок. Поэтому, сейчас сидеть, рассуждать, к чему-то придираться, нет, конечно, понятно, надо какие-то моменты, те ошибки, которые были совершены, их нужно просто определить для того, чтобы в дальнейшем их не совершать только для этого. Но не для того, чтобы как-то принижать этого человека. И, конечно, к таким людям, не только к нему, а к любым добровольцам, которые приехали и добровольно у нас отдали свои жизни в сражении с этим врагом, конечно, у нас к ним очень хорошие отношения. Виктор Смирнов. Тумсо, добрый вечер. Ты уже довольно долго живешь за пределами Чечни, ты уже видел все блага, так сказать, цивилизованного, продвинутого мира. Не сложно ли тебе будет вернуться обратно к себе на родину? Человек такое существо, которое адаптируется под любые условия, поэтому, ну, может быть, ты знаешь, какие-то трудности, какие-то неудобства ты будешь испытывать, но они компенсируются. То есть, эти неудобства компенсируются вопросами, какими-то благами, которые ты получаешь. Все-таки находиться в кругу своих родственников, друзей, в кругу своего народа, своих обычаев, какой-то привычной для тебя обстановки, ауры, это, я думаю, это компенсирует. Но я бы хотел вносить вклад и внести в итоге вклад в развитие своего народа, своего государства в вопросах облегчения жизни людей. Как раз-таки, это очень большой плюс, что огромная часть нашего народа, оказавшись за пределами России, как ты заметил, да, оказавшись в цивилизованных таких странах, где очень многие вопросы обыденной жизни людей приведены в порядок. Мы здесь это увидели, мы знаем, как должно быть, как может быть. И благодаря этому, когда этот пласт людей вернется обратно, а их очень много, это не сотни, не две сотни, это сотни тысяч людей. Вы представляете, это огромное количество. Они когда вернутся обратно, и они знают, как должно быть, они будут тем двигателем в этом направлении, в направлении улучшения. Это не значит, что те, кто не выезжал, они не хотят улучшать. Они тоже хотят, но они, просто они не видели, как это бывает, и они могут не знать этого. А здесь как бы люди уже видели, они знают, в каком направлении нужно двигаться. Я имею в виду сейчас не вопросы там какого-то, знаете, какой-то политики там и так далее. Я имею в виду вопросы обычной, обыденной жизни, отношений государства с гражданином. То есть, любые вопросы оформления каких-то документов, получения каких-то социальных льгот, выплат. В общем, вот все, что касается каждого человека и каждый день. То, как взаимоотношения полиции с участниками дорожного движения и так далее. Это очень много таких моментов, которые для россиянина вообще, не только чеченцы или Кавказ, а вообще для россиянина. Для него, например, обычно, что он едет по дороге, стоят какие-то гайеры, гаишники с какими-то полозадами, там, палочками. И могут тебя остановить для проверки документов, какие-то разговоры, вы нарушили. Вы представляете, что здесь такого вообще нет. Нет такого понятия, как гаишники, стоящие на дороге, останавливающие. Редко бывает, что там где-то в каком-то месте может встать полицейский патруль и вести мониторинг скоростного режима. Либо вести мониторинг, допустим, мобильных телефонов, если разговаривают люди по мобиле или нет. То есть, это вообще редкие какие-то случаи. Так чисто ездят патрули, патруль тебя может остановить. И вот патруль, это здесь, патруль может все. Здесь нет такого, знаете, типа, причина остановки, там, вы что-то там покажите ориентировку. Ничего, полицейские, полиция, это здесь очень уважаемый человек, уважаемая контора. И если полицейский тебя остановил, то все, ты полностью в его власти. Он может проверить тебя, проверить машину, обшмонать все-все-все. И у тебя нет ни малейшего, не бывает переживания, что этот полицейский тебе что-то подкинет. Вот в России, как только что-то такое происходит, там надо сразу свидетелей, камеры. Здесь ты не переживаешь, ты знаешь, что он тебе ничего не подкинет. Но если он что-то у тебя найдет, то да, это будет для тебя проблемой. Но вот именно какой-то подлости ждать тебе не приходится. Поэтому много таких моментов, которые очень позитивные здесь. Особенно вот в таких странах, как Швеция или Швейцария. То есть те страны, которые вообще не воевали ни в первую, ни в вторую войну. То есть пока большинство народов, они, значит, у них был рост, 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 потом война. Война это по-любому упадок. Она приводит в упадок экономики, все сферы. И вот если выстроить график, то вот он идет, потом война вниз ушел. Потом обратно начинается этот рост. То в таких странах, которые не воевали, у них стабильный рост. У них не бывает от этих провалов. И они как бы все это время, пока мы там что-то воевали, в проблемах были, они все это время развивались. И поэтому здесь практически все сферы жизни, они упорядочены. И из этих стран можно поэтому черпануть очень много полезного, чтобы потом это реализовать у себя на родине. И не надо стесняться этого. Типа, как бывает, там, что-то там скопировали, слезали. Абсолютно в этом нет ничего зазорного. Наоборот, надо именно вот хорошие какие-то вещи нужно перенимать. Не стесняясь. Надо прям навязываться. Дайте нам, пожалуйста, научите нас, продайте нам. Если нет возможности купить, давайте мы вам что-то в обмен, что-то там предлагать, понимаете. Но наоборот, в этом вопросе нужно быть таким занудой и навязчивым. Но для своего народа делать все возможно. Это не значит, что в таких странах все бывает четко. Бывают некоторые моменты, как, например, допустим, я могу отметить, что Грузия, наверное, в моем топе, Грузия это лидер по вопросам вот этого вот оформления документов и так далее. Там все это гораздо круче, чем в европейских странах устроено. Вот этот дом юстиции при Саркашвили, который был, дома юстиции даже, которые были внедрены в Грузии. Это очень крутая вещь. И если бы у меня была бы такая возможность, я бы был таким ответственным чуваком в государстве, который может такие проекты реализовывать, я бы именно с грузинами сделал бы коллаборацию. У них прям это все договорился бы, чтобы, я не знаю, они нам это подарили, либо за какие-то там, может, что-то там взамен что-то дать и так далее. Но чтобы у нас реализовать вот такую модель, эти дома юстиции, это действительно очень крутая вещь. Сава Пскучева похоронила, Брежнева похоронила, Андропова похоронила, Черненко похоронила, Ельцина похоронила. Теперь вот и Горбачева похоронила, и этого похороню, Алла Пугачева. Томсо, поставишь лайк, Примадонни. Все, от меня лайк, Примадонни. Субтитры создавал DimaTorzok